И, как обычно, время подошло к еженедельной десяти минутке общения с Майклом Бруком, начальником Бюро расследования несчастных случаев и автодорожных происшествий. Майкл, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я всем желаю здоровья и всем желаю, чтобы никто никогда не попадал ни в какие несчастные случаи. Но если все-таки несчастье произошло с вами или вашими знакомыми, или вашими сослуживцами, а неважно, это падение, где-то вы упали, что-то сломали себе или автовария, сразу же позвоните ко мне по телефону 718-256-5610. Майкл Брук, запишите свой мобильный и всегда носите с собой. Достаточно вам знать только мой номер телефона, а я вас свяжу с адвокатом в любое время дня и ночи, в любой день недели. Слушайте, Майкл, ну, как всегда, множество звонков еще до начала нашего шоу. Вот позвонил радиослушатель Матвей. Он работает поваром на разделке мяса. И недавно к ним на кухню привезли новый станок. И Матвей стал разделывать мясо. Нож этого станка соскочил, попал ему в руку. В общем, перерезано совхожилие, потребовалась операция. И Матвей говорит, что он уже обратился в вашу службу, но вот кто-то из его знакомых дал ему совет, что босса в Нью-Йорке лучше не судить. Поэтому Матвей спрашивает, кого же тогда судить? Ответьте, пожалуйста. Мои адвокаты уже начали работать над делом Матвея и, естественно, нашли, кого судить в данном случае. То есть в данном случае виновата компания, которая продала этот станок. И, кроме того, скорее всего, виноват еще частично завод-изготовитель этого станка. При такой тяжелой травме достаточно доказать даже процент их вины, чтобы получить деньги со страховок, которые покрывают эти компании. Своего работодателя действительно нельзя судить. Но его работодатель имеет специальное покрытие, которое называется «Worker's Compensation». И это покрытие будет выплачивать Матвею деньги за пропущенное время на работе, а также оплачивать его лечение. И для этого ему уже выделили специализированного адвоката, который работает с этой страховкой отдельно от основного дела. И этот адвокат не будет брать с него процент, он для него абсолютно бесплатный, потому что он за свою работу сам получает деньги с этой страховки «Work Camp». Кроме того, Матвею рекомендованы все необходимые врачи, которые принимают тоже страховку «Work Camp». «Work Camp» — это сокращенно «Worker's Compensation». И умеют правильно все оформлять, чтобы не осталось неоплаченных счетов за лечение. Это очень важно, потому что это потом повлияет на все остальное дело. Приведу такой пример. Ко мне обратился мужчина, который попал рукой в кипяток и получил очень тяжелые ожоги. Тоже это случилось во время работы в ресторане. И, как выяснилось, в этом частично была виновата компания, которая продала этот котел. Он был какого-то нового образца, но крышка у него была с дефектом. Мои адвокаты все это выяснили и доказали. Из-за того, что она неожиданно слетела, произошел этот ужасный несчастный случай. И мои адвокаты судили компанию по продаже вот этого оборудования. И производители этого котла и по совокупности получили полмиллиона. Так что, если что-то подобное происходит, просто как можно быстрее, звоните мне по телефону 718-256-5610. 718-256-5610. Я советую записать его в свой мобильный и всегда носить с собой. При любой ситуации, когда есть какая-то травма, самое простое набрать мой номер телефона, если вдруг его нет под рукой, то тогда на интернете просто в любом месте набирайте michaelbrook.com. Брук пишется B-R-O-O-K. И там есть все мои координаты. Иконку с этим сайтом я тоже советую сохранить на экране своего смартфона и тоже будет все под рукой. Спасибо от имени Матвея. Я надеюсь, что это его удовлетворит. А вот вопрос от Лизы. Давайте послушаем. Здравствуйте, Майкл. Это звонит Лиза. Моя дочка гостила у своего бойфренда в Нью-Джерси. Она пошла прогуляться с собачкой и проходила мимо соседнего дома. Оттуда вышел человек с тележкой, не заметил мою дочку и сбил ее этой тележкой. Теперь дочка хочет узнать, может ли она судить этого человека или кого-то еще? Если этот человек с тележкой является владельцем дома, откуда он выходил, или работает на этого владельца, то можно судить владельца дома. И там есть покрытие, которое будет платить, если будет доказана его вина. А в данном случае его вина очевидна. Он не смотрел, куда едет, и нанес травму человеку. То есть все упирается в тяжесть, опять же, этой травмы. То есть если травма тяжелая, то тогда имеет смысл начинать это дело и получать деньги с его страховки. Я приведу такой пример. Ко мне обратился мужчина, у которого сын поехал отдыхать на север штата Нью-Йорк, как здесь говорят, в Апстейт. И там, в небольшом городочке, на него наехал молодой парень на четырехколесном мотоцикле и поломал ему ногу. Мой адвокат выяснил, где живет этот парень. И оказалось, что его семья владеет домом в этом же населенном пункте. И тогда мой адвокат стал судить всю эту семью и получил деньги со страховки их дома. И получил он ни много ни мало четверть миллиона, 250 тысяч. Так что если что-то подобное происходит, просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. 718-256-5610. Я советую этот телефон записать в свой мобильный и всегда носить с собой. Любое время дня и ночи, любой день недели, я всегда приду к вам на помощь и тут же свяжу вас с адвокатом. Главное, запишите в свой мобильный мой телефон 718-256-5610. Спасибо от имени Лизы. И мы успеваем принять звонок к Сергею. Сергей, ваш вопрос. Здравствуйте, Майкл. Меня зовут Сергей. Я собирался пойти в магазин и шел к своей машине, которая была запаркована в Бруклине на авене Эйч. В это время сзади приезжала машина и меня сбила. Прибежали люди, вызвали полицейского. Но когда он приехал, тот водитель, который сбил меня, сказал полицейскому, что я гулял по дороге. Можем ли в такой ситуации открыть дело? Как правило, виновный в автоаварии всегда начинает оправдываться и пытается свалить вину на кого-то другого. Вам не нужно об этом беспокоиться, потому что адвокат, которого я вам дам, все равно докажет вину человека, который сбил пешехода. Это, естественно, для того, чтобы сесть за руль в своей машине, нужно пройти небольшой кусочек по дороге. И водитель, который едет по узкой улице, обязан пропустить всех людей, которые на дороге находятся, вплоть до полной остановки. Если это необходимо, чтобы никого не сбить и никому не нести вред здоровью. Если требуется остановиться и вы двигаетесь на разрешенной скорости 25 миль в час, то это совсем нетрудно сделать. А вот если водитель превышал скорость, то тогда он, конечно, мог вовремя не затормозить и сбить человека. Я даже не сомневаюсь, что это все докажет мой адвокат и наверняка получит для пострадавшего Сергея деньги. Я приведу такой пример. На маленькой улице в Бруклине дети поставили баскетбольное кольцо и играли в мяч. Мимо проезжала машина и водитель сбил одного из мальчиков. Его родители потом позвонили в мою службу по телефону 718-256-5610. Я дал им адвоката, и этот адвокат доказал, что у водителя, который сбил мальчика, была достаточно хорошая видимость. Он видел детей издалека, но и не обеспечил безопасность, не снизил скорость. И поэтому большая часть вины, естественно, на нем. И, соответственно, мой адвокат сумел получить со страховки этого водителя для мальчика 20 тысяч долларов. Хотя у него даже ничего не было сломано. Слава Богу, что более-менее обошлось. Но, тем не менее, то есть травмы у него были. Поэтому, если что-то подобное происходит, просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. 718-256-5610. Запишите в свой мобильный и всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-5610. Если вы вдруг не записали или у вас нет под рукой, то вы на интернете в любом месте можете просто набрать michaelbrook одним словом. Брук пишется b-r-o-o-k .com michaelbrook.com И там есть все мои координаты, и можно послать сообщения прямо с сайта. Поэтому я советую, как иконку, записать мой сайт, сохранить на экране вашего смартфона и тоже всегда будет у вас под рукой. Итак, еще раз, мой телефон 718-256-5610. Майкл Брук. Звоните в любое время дня и ночи, в любой день недели. Я немедленно свяжу вас с адвокатом, который специализируется на вашей данной конкретной ситуации. В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник Бюро расследований, несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 2-5-6-5-6-10.